Они вот эту вот матрицу ценностную сбить пока не удалось. И более того, то поколение, которое приходит сегодня, оно в этом смысле лучше, чем то, которое взрослело в 90-е. В 90-е люди очень сильно испортили. Те, которым было там в 91-м году, ну, грубо говоря, от 14 до 24. Вот у них вообще нету, они как бы считают, что вот все можно, да? То есть получается, вот это поколение, оно менее зависимо от культа потребления? И от культа вещизма? Вот по вашему мнению. Какое? То, которое сегодня идет или которое предыдущее? Которое сегодня. То, которое сегодня менее, да. Менее. Менее, да. Оно более понимает, что есть что. А как вы думаете, с чем это связано все-таки? А это связано с тем, что берут свои традиционные ценности. И как ни странно, с некоторой активностью и увеличением роли православной церкви, хотя тут есть ошибки очень серьезные. Ну, я вообще считаю в этом смысле, что у нас нужно сделать упор на нестяжательство. Вот эту вот линию надо очень усиливать, а с ней имеются очевидные проблемы, поскольку церковь на протяжении многих веков на фоне общей нищеты пыталась быть таким вот, ну, как бы, ярким. Да, вот так. И вот эта вот линия, с ней как бы, с ней нужно что-то делать. Ну, существует, например, такое мнение, что пастырь-священник, он не должен жить лучше своей паства. Если паства у него бедная или средний доход, то священник не должен жить лучше. Он должен жить как своя паства. Есть тонкость. Если мы говорим о каком-то евангельском подходе. Есть тонкость, это верно. Но есть разные тонкости, да, потому что если паства может себе позволить иметь одного ребенка или двух детей, то священник, тут как бы сколько получится, да, никуда не денешься. И поэтому он должен получать доходы больше, потому что иначе ему надо детей. Если говорим о детях, то да, безусловно. Ну, не только, там еще есть очень много тонкостей. Вот, но... Вот католикам в этом плане проще. Хотя из-за этого сейчас... Это создает свои проблемы. Сейчас у них идет кризис, падает количество желающих, кто идет в семинарию, кто становится священником, отток происходит. Хотят жениться, рожать детей, но вот в этом плане проще. Они сейчас отменят целибат для... То есть ваш прогноз такой? Да, да. Но тут есть еще одна вещь. У католиков пришел папа нестяжатель. И задал тренд такой. И задал тренд, да. При этом тут еще одна вещь. Я прочитал не так давно книжку Умберто Эко и Мирозе, в которой, ну, там как бы есть очень маленькая любовная линия, очень интересная детективная линия. И есть линия, которую все нормальные люди пропускают, а я ее, собственно, и читал. Это линия богословского спора. И так...